Доля иностранных работников на предприятиях в сфере строительства в России впервые будет ограничена. В 2019 году она не должна будет превышать 80%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 7 сентября, пишет Рыбака. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%. Сказала Голикова. По данным Росстата за 2017 год в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, значительную долю из которых составляют мигранты, привела данный вице-премьер. В этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных работников. И, собственно, поэтому в том числе предлагается установить снижение этой доли, заявила Голикова. Второе. По нашим расчетам, по данным Минтруда, доля предприятий в строительстве, у которых численность иностранных работников достигает 80-100% от общего штата, увеличилась с 7,7% в 2016 году до 14,5% в 2018 году. Также в 2019 году по сравнению с 2018 годом предлагается снизить доли иностранных работников с 28% до 26% в таких сферах экономики, как деятельность судоходного пассажирского транспорта и автомобильно-грузового транспорта, добавила Голикова. Напомним, ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов заявлял, что миграционная политика России может быть скорректирована, чтобы приток трудовых мигрантов после повышения пенсионного возраста не мешал пожилым россиянам искать работу. Эксперты отмечают, что подобные действия никоим образом не помогут смягчить тяжелые последствия пенсионной реформы для пожилых людей, а скорее являются популистскими мерами, направленными на успокоение протестных настроений. Трудовые мигранты же, которым будет теперь еще тяжелее устроиться официально на работу, оказались, как это уже принято в России, в роли козла отпущения.